В новый учебный год с новыми знаниями в 19-е гимназии Черкеска прошла первая часть августовского совещания перед началом учебного года. Представители образовательных учреждений, спикеры и педагогическое сообщество подвели итоги прошедшего учебного года и обозначили дальнейшие планы на предстоящий год. На мероприятие побывала Майя Хамдохова. Конец августа – особенное время для педагогов. Обновленные учебные программы, методики преподавания, вопросы воспитательной работы, а также организация внеклассной деятельности стали темой для обсуждения в ежегодном августовском совещании, который проходил в 19-й гимназии Черкеска. В ходе мероприятия педагогическое сообщество определило главные задачи перед системой образования города и республики. Одним из главных событий стало внедрение новых обучающих курсов в школах столицы. Начальник управления образования Сусанна Калмыкова подробнее рассказала про нововведения, которые ждут как учителей, так и учеников. В этом учебном году у нас появились новые предметы. Это семиеведение, это труд технологии и основы безопасности, защиты Родины. Спикеры, наши гости, приехавшие с города Ставрополь, Северокавказской государственного университета, расскажут нашим педагогам, как правильно ввести новый курс в рамках нового учебного года. Урок семиеведения будет проводиться один раз в неделю в рамках разговоров о важном или во внеурочной деятельности. Также и предмет технологии и ОБЗР будут проводиться один раз в неделю. Семиеведение – одна из ключевых дисциплин, которая позволит обучающимся глубже понять важность семейных ценностей, межличностных отношений и социальной ответственности. Этот предмет будет включать практические занятия, направленные на развитие навыков общения и разрешения конфликтов. Немаловажной частью обновленной программы станут уроки труда и технологий, а также основы безопасности защиты Родины, которые направлены на воспитание гражданской ответственности и патриотизма. Данный курс очень важен для обучающихся старшего подросткового возраста, юношеского возраста, потому что необходимо формировать максимально активно семейные ценности, традиции подрастающего поколения, чувство уважения и любви к своей семье, к малой родине и в целом к государству. В рамках мероприятия состоялось торжественное награждение учителей, матерей, участников специальной военной операции. Это событие стало символом уважения и признания труда тех, кто не только формирует будущее страны, но и сам воспитал храбрых мужчин, отдавших свои силы за мир и безопасность страны. С трогательными словами к матерям-педагогам обратились представители образовательных учреждений, которые подчеркнули, что воспоминания о героях станут неотъемлемой частью образовательного процесса, а труд учителей будет оставаться в сердцах их учеников навсегда. Майя Хамдохова, Ринат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия.